Продолжение следует... Продолжение следует... Вы должны осуществить три простых действия, три шага в направлении будущего. Первое. Стройте. Создайте вашу сеть. Установите Space Station в желаемом вами количестве и разделяйте новый сигнал M-Cell дома, в офисах, в магазинах. Практически везде, где вы хотите. Транслируйте ваш 5-гигагерцевый сигнал в высоком разрешении. Второе. Соединяйтесь. Когда ваш Space Phone подключен к Space Station, вы ничего не платите. Звоните, обменивайтесь сообщениями, пользуйтесь интернетом, не меняя ваших приручек. Когда вы перемещаетесь благодаря M-Cell 5G, ваш телефон будет выбирать автоматически лучший сигнал. Третье. Зарабатывайте. Подсоединившись к сигналу M-Cell, вы используете вашу сеть, а не сеть оператора. Таким образом, вы избегаете перегрузки мобильных сетей и генерируете сбережения. Сбережения, которые превращаются в доходы, которые будут разделены между вами и вашей структурой. Просто не так ли? Чем больше Space Station вы установите, тем больше вы повысите ваши доходы. Начните сейчас построение вашей сети M-Cell, принося доходы себе и всему обществу. Измените вашу жизнь с помощью трех простых шагов. Чего вы ждете? Досчитайте. Все собрались. Давайте начнем. Первое, что я вам хочу сказать. Вот в ролике замечательно сказано, да, про то, что впервые такая возможность появляется. Мы с вами, очень многие, живем воспоминаниями того, что было. То, что было год назад, то, что было два года назад, даже то, что было еще три года назад. Сейчас надо, вот недаром говорят, выживают те, кто быстрее воспринимают перемены, да. Не самые умные, а самые быстро воспринимают перемены. То есть, когда вы подстраиваетесь под те изменения, под те новообведения, которые дает компания, тогда у вас быстрее все и происходит. Потому что мы, вот я думаю, у нас завтра будет определенная школа специально для Даймонда, да, я проведу. Вот, ваши Даймонды потом вам расскажут. Но я так приоткрою немножечко. Сейчас все свои презентации, все школы строят только на одно. Я сравниваю два рынка, потребительский и тех, кто на этом зарабатывает. То есть, все люди делятся на эти две части. И вот в какой части вы находитесь, вот такие вопросы у вас и возникают. Вот такой бизнес вы и строите, понимаете. Потому что, опять, если вернемся к нам, кто начинал три года назад, у нас тоже были такие же вопросы, у нас тоже были такие же проблемы, у нас точно также были какие-то неровности. Но кто выстоял, прошел, те закрыли квалификации, те идут дальше. Кто-то продолжает искать виноватых или копаться в себе там, что не так, понимаете. То есть, вопрос, в каком лагере ты находишься, в этом или в этом. Если у нас задают вопросы на презентации, или ваш человек, которого вы в бизнес приглашаете, если он начинает копаться сильно в продукте, однозначно у вас ответ, что он из другого лагеря. Он из лагеря потребителей. Потому что есть потребительские вопросы, а есть вопросы по бизнесу. И вот насколько правильно люди задают вопросы, насколько у вас сразу сигнал и должен включаться. Кто из какого лагеря сейчас. Все, я понял. Я понял. Ты потребитель, тебя интересует только чисто вопрос продукции. Мне сейчас нужны руководители. Мне сейчас нужны те, кто возглавит это все. Кто будет получать с этого потребительского рынка. Понимаете, надо снимать даже здесь вопросы. Давайте я вам сейчас покажу, просто чтобы у вас немножко открывалось видение побольше. Я вам сейчас покажу, что у нас происходило. Кстати, до того, как я попала в Индию, в этот раз, во второй раз уже, да, я прилетела в Киргизию. И самое интересное, что там тоже была Индия. Это тоже студенты медицинского института, тоже индусы, но в Киргизии. Посмотрите, что у нас происходило и так давно в Алма-Ате. Посмотрите, что у нас было в Бишкеке. Посмотрите, какой зал на презентации. Это люди, которые уже работали. Это те люди, которые, так скажем, заново возвращаются, да. Кому также опять интересно то, что происходит в компании. Посмотрите Алма-Аты. Полный зал. Полный зал на презентации. Это уровень ваш же, как и в Ростове, как и во всех южных городах начинали. Это люди, которые также продержали. То есть те, кто не останавливается, те, кто идут дальше, у них ничего не меняется. Они точно так же в бизнесе, они точно так же собирают народ. А теперь посмотрите на это. Это Индия. Это Индия, это зал. Это, кстати, не презентация, это уже партнеры компании. Посмотрите, да, что происходит. Вот такой хороший зал. Посмотрите на процент мужского, так сказать, населения. То есть я им даже в Индии говорила, что у нас в бизнесе 80% мужчин, но в Индии, наверное, все 100%. И вот я, кстати, со своей командой были приглашены на открытие. На открытие в Индии были приглашены только те люди, у кого в меньшей ноге не меньше тысячи партнеров. Вот, и были 10 человек, которые выиграли, им даже там подарили какую-то поездку куда-то там на Сингапур, по-моему. Вот, то есть за то, что они продержались и что-то такое сделали. Было объявление о том, что у нас два офиса. Один в Чинае, это как и предполагалось административный офис. И один офис в Бангалоре. Бангалор на самом деле впечатлил сильно, потому что 45% населения работает в IT-технологиях. Там огромные офисы Майкрософта, Apple и так далее, и так далее. Поэтому мы идем дальше. Дальше я вам показываю фотографии, вы видите с руководством, да, все наши встречи. Вот такой у нас был зал, сидели 100 человек с Индией, представители. Но я хочу вам показать вот эту интересную фотографию. Итак, по всей компании в Индии за два месяца, услышьте цифры, было зарегистрировано 175 тысяч партнеров. 175 тысяч, не 175, а 175 тысяч. Представьте, какой интерес. Индусы, мы уже не один раз говорим о том, что ведущие программисты мира, да, очень много даже. Apple возглавляет Индус, то есть они все такие в телефонии, в мобильной индустрии, в технологиях. 175 тысяч. 110 тысяч из 175, вот под этим, ребята. 110 тысяч взяла российская команда. И вы знаете, вы тоже отсюда, вы тоже из России. У каждого, как говорит у нас Фабио, две руки, две ноги, голова и смартфон, да? Все то же самое. Знаете, можно было подумать, что Индия очень-очень далеко. Можно было подумать, что многие страны, которые ближе, намного быстрее возьмут ее. Да, был Монджи, был Аламия, был Али, президент Даймонд в Тунисе. 110 тысяч из 175 тысяч наши. Посмотрите на второго человека слева. Виктор Поливерду. Можно говорить про то, что я не начинаю работать в Индии, потому что я не знаю языка. Виктор вообще языка английского не знал. То есть абсолютно. Это ему не помешало прыгнуть в самолет, улететь с Украины в Индию. И на сегодняшний день под Виктором 20 тысяч индусов. Как вам? Вот есть оправдание, да, как у нас Афанасио говорит, оправдание. До свидания. Мы не были в Индии. Мы через Facebook общались. Через Google переводчик кто-то общался. Но я, правда, сейчас очень серьезно подтянулся английский, потому что я там с ними общаюсь. У меня даже дошло до того, что в какой-то момент нашу переводчицу, у Сергея Шевченко была переводчица, девушка Марьяна, которая переводит с итальянского, с английского. И когда выступал Вальтер, у нас ее попросили на сцену. Мы остались без перевода. И Вальтер переводила я, понимаете, ребята. То есть это хорошая практика. Но посмотрите на лица. Вы видите не только самые высшие ранги. Вы здесь видите и Павела Фролова, да, который также сейчас в Индии. Все попадают не в очень хорошую зону комфорта. Вот только пока мы тут с вами собирались, смотрели ролик, мне только что звонил Сергей Афанасиев, которого сегодня в Дели накрыло землетрясение 8 баллов. Он мне сейчас рассказывал, как он был на 9 этаже ночью, и как они все выбегали на улицу. Это все выход из зоны комфорта. Это все очень классно. Но кто-то это делает, и соответственно 27 числа начинаются проклаты. И мы получим интересный результат. А кто-то может говорить, ну Индия, я в Индии ни разу не была, у меня там нет знакомых. Тысячи раз говорим про тот закон, который работает. Не важно, кого знаешь ты, важно, кого знают они. То есть в вашей группе наверняка есть люди, есть те, которые сидят в интернете. Вот недавно что говорит у нас переводчица, которая первая переводила индусов, если помните Гуахар Кулганатову, с Алма-Аты, да, я ей недавно говорю, ты посмотри, что делают люди, которые действительно не знают английского, да, не знают английского. Потому что Шевченко Сергей тоже не знает английского. Вот. Но которые видят рынок, которые видят емкость рынка. Их полтора миллиарда. Компания, мы с Фабио разговаривали, он просто в восторге, ему очень понравилось, как индусы на это все реагировали. Но это же рынок, посмотрите, сколько нас и сколько индусов, почувствуйте разницу. При большой территории у нас не такая плотность населения. Вы тоже могли это делать. Сейчас открывается Турция. Вы видите, в кабинетах появился еще один калькулятор, приланч Турции. Огромное количество людей в России отдыхает в Турции. У кого-то есть какие-то контакты, кто-то ездит в одни и те же места, у кого-то, не знаю, есть визитки этих коженников, да, потому что часто кто ездит в Турцию, тот покупает себе какую-то куртку, шубу, еще что-то. Оставляет эти визиты. Смотрите, я тоже была в Стамбуле не так давно. Район Зетимбурно, где все кожаные фабрики представлены, их 9,5 тысяч кожаных фабрик, которые просто сидят сейчас на одном месте. У них нет доказов, у них нет оптов, доллары в России поднялся, у них нет таких больших поставок, они там все в шоке. 80%, наверное, Турков, они все, ну так скажем, торгаши, да, они завязаны на рынке. Это их бизнес, это их интерес. Но кто опять узнает о Турции? Услышите, про наш слайд, сейчас я вам его сразу поставлю, вот этот основной слайд, который вас должен серьезно-серьезно мотивировать. 60% мобильной индустрии собирается взять компанию. Не 6%, не 2%, что тоже очень много, а 60%. Представьте себе, Ростов или Армавирген, да, 60% населения этого города рано или потно узнают об МСЛ 5G. Вопрос от кого? Они у кого будут? А если мы возьмем глобально весь рынок? 60%. Это очень много, это очень амбициозно, это очень классно. Так самое главное, что сейчас, вы знаете, что в Сан-Хосе проходит слет мобильных операторов, также представлены носимые технологии, наша люмина там бьет рекорды, да. Вот когда мне кто-то что-то говорит сейчас, ну как, ну там МСЛ нет, еще 5G нет, я говорю, именно поэтому не ты в Сан-Хосе выступаешь перед ведущими мобильными операторами, а наша компания. Ребят, услышьте, емкость рынка, емкость рынка совершенно другая. Я, если вас сейчас, любой сетевик начинает спрашивать, а какой у вас маркетинг план, на какие у вас там проценты и так далее, и так далее. Кладите на лопатки не процентами, кладите на лопатки другими совсем цифрами. Говорите про то, что классно, в сетевых компаниях очень классный продукт, но понимаешь ли, в чем дело дорогой. Оборот всех сетевых компаний 180 миллиардов долларов, а оборот одной маленькой компании Samsung 300 миллиардов долларов. Я хочу в другом рынке работать, в более емком. Там совсем другие деньги крутятся. Выступайте экспертами, показывайте совсем другое. Сейчас, когда мы начали получать нашу Элис в наших телефонах, кстати, не знаю, Ростов получает телефон, и получил уже кто-нибудь, я могу вам сказать, что все больше и больше начинается различных приколов, рассказов. И когда мы, мы же продаем с вами истории, вот несколько вам историй по Элис, в частности, когда я свой первый телефон, я Роджер дала в Индии, вот, и они там, конечно, с этой Элис, чего они только не творили, они спрашивали, какого цвета у нее глаза и так далее, и так далее. Она спрашивает, Элис, ты где? Она отвечает, я в твоем телефоне. Что ты там делаешь? Я помогаю тебе в твоем бизнесе. В Алма-Ате тут мне рассказали про то, что один парень очень долго спрашивал у Элис, задавал ей всякие-всякие вопросы. Она ему отвечает, что ты все обо мне, да обо мне, расскажи о себе. Понимаете, как классно? Она переносит информацию, что потом, когда он начинает рассказывать о себе, она же все это запоминает. Это обобщение, опыта, скажем, общения 600 тысяч человек. У нас сейчас 600 тысяч человек в компании. Рано или поздно люди будут получать телефоны, общаться, задавать вопросы, и Элис все себе наматывает, да? Там один вопрос задали, тут другой. Вы видели в чате, Виталий Свистак писал в Чехии, что Элис ему напомнила машиномонтаж, пора ехать. Мы конкретно столкнулись в Деле, в ситуации, когда просто там очень было много встреч, мы проголодались, и сейчас ночью мы сказали, что Элис, мы голодные, как нам можно покушать? Она спросила, какую кухню мы предпочитаем, сказали вегетарианскую, потому что с нами был Роберт, он вегетарианин. Она спросила, в каком отеле мы находимся, мы сказали, она там что-то подумала, и после этого выдала, что нам надо выйти из отеля, повернуть направо, пройти 200 метров, свернуть отель направо, там через столько-то метров будет такой-то ресторан. То есть, понимаете, она с нами, ну, как поисковик сработала, да? Но с ней еще и можно поболтать. Кстати, у многих людей недостаток общения. Элис можно сказать, привет, доброе утро, как дела? Она скажет, хорошо, как у тебя? С ней можно прикалываться. Ребята спрашивают, вернее, не спрашивают, а говорят, Элис, я тебя люблю. Она отвечает, такой молодой человек. Будем думать на другой стороне, на другой чаше весов, про что я вам вначале сказала, то мы думаем по-другому. Где эти станции нам ставить? Где будет самая большая прибыль у меня? Мы должны понимать, что мы должны станции ставить там, где мне удобно, где я хочу работать. Что мне приносит это? Смотрите, какой новый слайд показали нам в Индии. Наши все станции мы будем видеть у себя в телефоне. Мы будем видеть, на сколько процентов они работают, сколько там подключений. Мы будем видеть, кто сейчас подключен к нашей станции. То есть, сколько из моих 32. Может быть, пора пароль уже какой-то вводить, да, если мы попали в такую зону, где много людей. Вот. Мы будем видеть самую крайнюю правую картинку. Смотрите, как здорово. Вы выходите на работу, вы выходите, куда-то вам встречу надо назначить. Вы будете видеть покрытие станции в вашем городе, в стране и так далее. Вы будете видеть, где эти станции установлены, соответственно, где у нас хороший интернет. И также вы на этой карте можете видеть, где у вас еще там, не знаю, может быть, шахты или еще что-то, да, где мало станций. Ага, там у меня может быть мое коммерческое предложение. То есть, очень удобно, вы даже по карте будете ориентироваться. Как вам такая картинка? То есть, компания нам дает возможность, компания нам дает возможность просто, ну, халявничать, ну, точно. Смотрите, заходит человек в кафе, вы в это кафе ставите станцию. Заходит человек и спрашивает, интернет есть, а вы-то уже сидите. Ему говорят, есть. Он заходит, начинает только включать телефон, а ему показывает, что здесь есть сигнал МСЛ 5G. Ну, что-то новое, но 5G еще нет. Не берут, нажимают туда, а там появляется надпись. Вы попали в зону высокоскоростного интернета. Вы хотите узнать больше? Он говорит, хочу, он опять нажимает. Там идет информация о станциях, о телефоне, ролики, информация. А вы в этот момент сидите в кафе и видите, что кто-то давно там уже что-то смотрит. Но можете его окрепнуть, сказать, извините, пожалуйста, вы там не случайно не МСЛ 5G ищите. Я могу узнать, потому что вот у меня уже работает. Вы понимаете, какой захват? Как вам такой холодный контакт? А рядом у вас еще и очки люмина уже лежат, да? Говорит, у нас еще, кстати, вот такая штука на МСЛ 5G работает. И вы ему на глаза очки. Он говорит, сколько это стоит, да? То есть компания делает, вообще из вас таких халявщиков, все, такое виртуальные, электронные воронки, захваты. Вам осталось-то купить станцию, ребят. Лучше не одну. Я сейчас очень заинтересована, чтобы у меня индусы купили много станций. Вы приезжаете в Индию, у вас МСЛ 5G. В Индии всего 3G. В Индии никакой интернет. Мы будем заинтересованы, чтобы купили, не знаю, во всех-во всех городах. Потому что мы знаем, мы приезжаем. Да, эта станция работает не на меня, но у меня высокоскоростной интернет там. Благодаря этой сети мы стали, мы заинтересованы друг с другим. Мы заинтересованы там, что у Лами, что у Монжи где там. Пускай накупают, мы по миру общаемся внутри системы. МСЛ 5G, связь бесплатная. Бесплатное – это самое продаваемое слово. Поэтому еще раз я вам говорю, рассказывайте не про смартфоны, рассказывайте не про компанию, рассказывайте про две части. Потребительскую часть и тех, кто зарабатывает на потребителе. В какой стране хочет быть ваш человек? Рассказывайте про емкость рынка. 180 миллиардов во всех сетевых компаниях или 300 миллиардов долларов только одна компания Samsung. Рассказывайте про то, что производители добавок косметики тысячи, а компания заходит мобильным оператором в Россию 21-22 ноября. Давайте попробуем назвать мобильных операторов. «Вилайн», «Мегафон», «МТС» и еще несколько. Мы начинаем сбиваться после пятого, правда? «Тиле-2», «Йота». Мы сбиваемся после пятого, шестого. И теперь вопрос к вашему этому человеку. Скажи, ты хочешь быть одним из тысячи или одним из шести, из десяти? Я тебе предлагаю стать участником совершенно другой глобальной индустрии. А сумасшедший проект, который только был озвучен, который скоро у нас появится, я говорю вам сейчас про дубайский, Dubai Resort. Это же вообще, это то, куда мы даже не планировали попасть. Мы знали, что что-то будет, но мы не знали, что это будет Дубай. Даже то, что компания, мы говорили, открывает офис в Дубае, но мы не знали, что это будет не просто Дубай, а это будет центр международной торговли Дубая. Центр международной торговли Дубая, там, где все вертится, там, где все крутится. Компания поменяла второй офис в Индии, открывает в Бангалоре, только по одной причине, что освободилось в центральном здании место под офис, а соседи с этим офисом, компания Майкрософт. Понимаете, компания занимает точечно такие места, где самая-самая вот эта круговерия. В Москве меняется офис, центр международной торговли в Москве. Мы опять идем туда, где все движется. И в Дубае. Сейчас вот я уезжаю в Дубае на каникулы с семьей, и потом 9-10 я буду в Дубае, потому что у меня также там есть структура. Они приезжают общаться и уже сейчас заряжены на то, чтобы в этом проекте принять активное участие. Сейчас в Индию приезжал Али, я не помню его фамилию, но вы знаете, да, президент Даймонд Али из Туниса. Малюсенький Тунис, маленький-маленький. Али, у него первая сетевая компания, он доктор. Он мне сказал, мы с ним долго сейчас общались. У меня, говорит, все на солнечных планах. У меня все занимаются инвестициями. Я приехал в Индию посмотреть не на индийский рынок, а посмотреть, насколько вы сейчас все повернулись в сторону Индии, а я повернулся в сторону Дубаи-Реса, потому что у меня уже очень много людей стоят и готовы скупить эти виллы. Понимаете? Каждый смотрит свою долю рынка. Каждый смотрит там, где у него самый большой потенциал. Так чем хорош этот проект Дубаи-Реса? Тем, что уже все готово. Тем, что у компании есть эти три гектара земли. Тем, что имеет срок окончания этот проект. Через три года на этом песке уже все будет построено. Нам не дадут не построить, понимаете? Мы вписались, мы подписались. Через три года зона такс-3, магазины. 150 вилл покрыты нашими вот этими панелями солнечными. Если ты покупаешь просто опять одну панель, у тебя бизнес инвестиций в солнечную энергетику. А если ты покупаешь большее количество панелей, по-моему от 6, то у тебя неделя виллы в Дубае. А дальше будут другие такие деревни. Очень хорошо, что в этом проекте принимают участие только арабские страны, Россия и страны СНГ. Все, это наш проект, ребята. Дальше будут другие ресурсы в других странах. И включится система Таймшер. Система Таймшер это когда у тебя есть неделя в Дубае, но ты в этом году хочешь поехать в Таиланд, например. Ты получаешь точно такую виллу, точно такую неделю, только в Таиланде. То есть обмен. Мы шагнули с вами еще в один глобальный большой проект. Называется он Туризм. В одной компании объединить технологии, мобильную связь, электроэнергию, туризм. Почувствуйте емкость рынка. И вы здесь. Вы здесь. Я хочу несколько слов сказать про Антонию Деросса. Я сейчас очень четко ощутила опять. Этот человек, у которого весы, его имя и качество. Вы знаете, кто уже получил телефон, насколько он классный. Он сказал нам как раз про то, что этот телефон уже на 10 лет опережает 6-й iPhone, который также дизайн создавал он. Он принимал участие в создании дизайна 6-й iPhone. Я, когда улетела с Бангалора, у нас в Чинае было огромное мероприятие. Я вам показывал, еще раз покажу этот замечательный зал. Вот это вот количество индусов, которое там было. И я пишу Александру Санаторе. Мне срочно нужны слайды. Вы знаете, когда у нас есть новости в компании, каждый раз после мероприятия мы монтируем эти слайды, мы оставляем. Я уже сижу в отеле и понимаю, у меня в 2 часа начало слайдов нет. Мне сейчас надо все новости, которые для Индии были озвучены. Я по порядку прикинула, что это порядка 7-9 слайдов минимум мне надо. Я уже думаю, как их взять. Александра пишет, Антоний, они тебе вышли. Я в 10 часов пишу, с Александра нет слайдов. Он говорит, он сказал, что вышли в 11. Думаю, ну ладно, до 2 часов есть время. И когда 11.05, ко мне на почту приходят слайды, я открываю и понимаю, что делал их Антоний в дыротах. Потому что мне ничего не надо делать. Он сделал от ада я презентацию для Индии. Красивую. Вот это значит ему поручили, его имя, кто делал слайды. Вот это показатель того, какие спецы приходят. Поэтому, ребята, все в наших руках. Все только-только-только зарождается, начинается. И сейчас, конечно, самый важный момент вам, ну, во-первых, не упустить все-таки такие рынки, как Индия, как Турция. Посмотрите внимательно на них. А во-вторых, очень важно 21-22 ноября быть в Москве. Быть в Москве на открытии нового мобильного оператора в России. Новый мобильный оператор под названием «Волк». Кстати, симки будут прямо к телефонам идти. То есть мы их покупать не будем. Это еще одна новость. Номер наш не будет меняться. Он остается наш родной. То есть компания дает нам много-много-много шансов. Вопрос, кто его берет или кто не берет. Да, нюансы будут, да, какие-то шероховатости будут, потому что нам не 50 лет, нам даже не 20 лет и нам даже не 10 лет. Нам всего 4 года. И да, эти 4 года такой прорыв. Перестраивайтесь, услышьте меня, что я вам сказала, да, вот эти видоизменения в презентации, в школах. Акцент при вашем рандеву, на что должен быть акцент на то, что два рынка потребителей и тех, кто на них зарабатывает. Нам с вами, нас не заставляют платить за мобильную связь, правда. Нам не говорят, вот иди обязательно оплати, мы сами, не дай бог, деньги на телефоне кончились быстрее, быстрее. Нас с вами не заставляют покупать телефон, если он у нас ломается или падает, разбивается, еще что-то. Мы бегом, бежим. У нас денег на что-то не будет, а на телефон найдем, потому что с ним что-то случилось. И это, на этом завязано огромное количество людей. У нас был 1G, мы перешли на 2G. Мы перешли на 3G. 3G был, появилось 4G, мы все на 4G, правда. Будет 5G? Просто почему компания 60% заберет? По той причине, что есть высокоскоростной интернет. Люди хотят. Они все равно перейдут. И у нас с вами 5 лет до 2020 года, когда 5G будет в мире. Они все равно перейдут. Их прогресс выставят перейти, понимаете. А вот вы тут. Да, в Твери индийцы учатся на врачей, и в Киргизии на врачей, и вот в Алма-Ате я была тоже на врачей. Они все подписываются. Очень много докторов. Причем в Индии очень интересно. Там они даже могут на улице лежать, спать, да, там в какой-нибудь будке. У них дома нет, а телефон у них в кармане. Телефон есть у всех. Давайте еще раз подумаем. Перестроимся. Меняйте ваши презентации. Показывайте емкость рынка. Показывайте, что у них впервые появляется возможность заработать на том, что... Как ты думаешь, твои знакомые войдут в 60%? Понимаете? Это другой вопрос. Правильно заданные вопросы уже 100% успеха. Мы начинаем рассказывать технические характеристики телефона. Не работает. Тот, кто знает технические характеристики телефонов, стоит в евросетях и рассказывает каждый день. И с этого ничего не имеет. Ваша задача не технические характеристики рассказывать, а показывать, какой кусок пирога они могут церковь набрать. Вот это я вам хотела сегодня сказать. Все, рада была всех видеть. Настраивайтесь на Москву. Настраивайтесь на хороший период. Потому что замечательный сейчас промоушен. Двойной стартовый платят сразу. Заберите, заберите. Помните мой любимый закон. Если что-то где-то дают, надо это забрать. Забирайте. Executive сейчас не 1300 с чем-то, а 800. Почувствуйте разницу. Компания опять снизила. Мы очень сильно попросили. Снизили по нашей просьбе. Мы попросили, компания пошла на встречу. Забирайте. Используйте. Крупнейшая бизнес-возможность всего в трех шагах от вас. С помощью трех простых действий вы измените способ общения для вас, вашей семьи и ваших друзей. До настоящего времени крупные доходы в отрасли коммуникации были зарезервированы немногим элитным операторам. До сегодняшнего дня никому не удавалось повлиять на эту реальность и завладеть сегментом этого рынка ни виртуальным мобильным оператором, ни многим оператором VoIP. Правда заключается в том, что на данном рынке зарабатывает не тот, кто предоставляет лучшие предложения или самые низкие тарифы, а тот, кто на самом деле владеет сетью коммуникаций. Ворл ломает эту парадигму, создавая первую частную сеть глобальной коммуникации, состоящую из людей, которые являются ее владельцами. Рождается МСЛ 5G, новый инновационный проект Ворл. Как он работает? Вы должны осуществить три простых действия и шага в направлении будущего. Первое. Стройте. Создайте вашу сеть. Установите Space Station в желаемом вами количестве и разделяйте новый сигнал МСЛ дома, в офисах, в магазинах. Практически везде, где вы хотите. Транслируйте ваш 5-гигагерцевый сигнал в высоком разрешении. Второе. Соединяйтесь. Когда ваш Space Phone подключен к Space Station, вы ничего не платите. Звоните, обменивайтесь сообщениями, пользуйтесь интернетом, не меняя ваших пилочек. Когда вы перемещаетесь благодаря МСЛ 5G, ваш телефон будет выбирать автоматически лучший сигнал. Третье. Зарабатывайте. Подсоединившись к сигналу МСЛ, вы используете вашу сеть, а не сеть оператора. Таким образом вы избегаете перегрузки мобильных сетей и генерируете сбережения. Сбережения, которые превращаются в доходы, которые будут разделены между вами и вашей структурой. Просто не так ли? Чем больше Space Station вы установите, тем больше вы повысите ваши доходы. Начните сейчас построение вашей сети МСЛ, принося доходы себе и всему обществу. Измените вашу жизнь с помощью трех... Продолжение следует...